Новые соседи появились? Все равно, как были тут на высоте, на превосходство, так и остаемся. Все хотим мира, то есть у меня тоже скоро родится ребенок, я хочу домой вернуться нормально, работать. Я не собираюсь кого-то убивать, я не с этой целью тут нахожусь, понимаешь? То есть сзади тут наш дом, то есть Золск, Седово, наши поселки Безымина, тут ребята стоят, то есть они не хотят их сдавать, естественно, не хотят подчиняться, чтобы им диктовал кто-то условие. Это наша земля, то есть мы же не идем в Львовскую область, понимаешь? Мы не идем в Киевскую область. Ребята вот все из Донецкой области, Соланской области приехали сюда помочь. Если есть какие-то передвижения, которые угрожают нам и несут прямую угрозу, естественно, мы даем отпор, чтобы по них нам не приближались. Если прямой угрозы нам нету, то смысл просто дерзить, мы с этой целью находимся, как они терзят. То есть бьют по мирному населению. Мы же туда не бьем по мирному населению. То есть Ленинская, Сергеевка. У нас там нет ни одного солдата. Я оттуда нахожусь 5 километров из живых поселков наших. Понимаешь, что есть? Они именно почему-то. Игрательные батальоны вчера били Сергеевку. То есть там бабушки, дедушки, и так далее. Это совхозы бывшие, то есть разбивают. Саханская школа, она была рабочая, то есть там дети учились. И в этот момент туда САУ ударило. Там нет воинов, вот и дети учились. То есть у нас немножко разная специфика. То есть в обороне. Мы стоим просто в обороне. Мы стоим просто в обороне. АПЛОДИСМЕНТЫ Двуховый бой. Летит? Летит. Мина. Станции разные. У нас трехсторонные. Нормально? Пусть до 300 метров. Работает как обычно АГС. А? РПГ. Чего? Иногда Бэха, Копейка. Ну, сейчас вы слышите сами. 120 калибр работает. Сейчас мы находимся на передовых позициях вооруженных сил Донецкой Нарвной Республики. В районе Авдейской промзоны. Ну, также в районе Мессиану Кнута и Синавады. Сегодня украинская сторона приблизительно в 5 утра предприняла попытки прорыва наших передовых позиций. Силами до 30 человек. Это полноценный взвод. Но наши ребята среагировали вовремя. И атака была отражена. Украинскому подразделению пришлось отступить. Но под ним был открыт огонь их собственной артиллерии. А огонь был открыт правым сектором. Как мы понимаем, как нам говорят военнослужащие, это огонь был заградительный. То есть, который заставил бы их пойти в атаку. При этом они потеряли 9 человек убитыми и до 15 ранеными. Сейчас мы слышим, по нам идет артиллерийский обстрел со стороны украинских террористов. Я думаю, что, кстати, он идет с 5 утра, не прекращаясь по нашим позициям. Я так думаю, что они озлобились из-за неудачной попытки захвата наших позиций. Поэтому применяются очень крупные калибры. Это 122-й калибр, 152-й калибр, 82-е мины и 120-е мины. Вот оперение одной из них. Ну, наши ребята держат оборону. Кроме того, кроме наших позиций, сегодня украинские террористы открыли огонь из артиллерии и по жилым районам, где нет наших позиций. В результате чего были повреждены жилые дома. Кроме того, кроме того, украинские террористы открыли огонь. Кроме того, украинские террористы открыли огонь. Кроме того, украинские террористы открыли огонь. Продолжение следует...